Всем привет, дамы и господа. Привет, Коля. Я Коля тоже, с вами два Коли. Сегодня смотрим на The Darkest Dungeon The Crimson Court DLC, которая вышла для замечательной тактической стратегии Рогалика, наверное. Которую где-то два года назад для нас проходил Дим Парфенов. Я думал, что там должен быть реплий, я уж, блин, на Ютубе или на Твиче должен быть на Ютубе, если покопаться. На Ютубе, да, на Твиче уже сохранилось точно. Вот. И, в общем, я наконец-то влился в эту игру, потому что никак на релизе особо не смог, и потом пару раз пытался тоже, вот. Но теперь, благодаря новому DLC и там настройкам сложностей некоторым, которые делают игру легче, я наконец-то начал в нее играть и хотел бы ее еще постримить. Вот. Пока что сначала сделаем видео. Должен сказать, что самым главным, наверное, ну, дополнением к игре, которая появилась с релиза, является не само DLC, а новый режим Radiant, который делает игру не то, что проще, он просто быстрее и меньше шансов у игрока ошибиться или там напороться на какой-нибудь случайный сильный рандом, который убьет там героя. Вот. То есть, можно рекомендовать его начинающим? Да, да. Когда все настройки там убираешь, допустим, от монстров не остается трупов, у героев нету... Нету, короче, сердечных приступов. Вот. Это все очень помогает, и игра становится, ну... Становится не такой жестокой, как, кажется, сначала. Вот. Что нужно сказать про Crimson Court? Здесь, ну, в принципе, как там, в каких-нибудь традиционных, короче, дополнениях. Погоди, а сколько стоит он? Какую цену это у вас? Что-то я даже не посмотрел. Какую это у вас цену, мужчина? Может, в России, типа, рублей 600 или 800? Да, сейчас, да, да, потому что мы можем... Дело в том, что сейчас мы можем посмотреть, действительно. Не, ну, недорого стоит за то, что оно дает. То есть, целое новое подземелье с новыми врагами, новые квесты там, новые боссы, естественно, несколько, новая механика с кровью, которая, ну... Подземелье это и дополнение про вампиров, и ваши герои, естественно, могут заразиться вампиризмом. Им нужно собирать кровь, им эту кровь, значит, скармливать, а то они будут... Им будет плохить, и они будут умирать. Вот. Но у меня еще до этого пока не дошло. Короче, the Crimson Court... Вот вы сейчас смотрите мой первый поход в первое, собственно, ну, по первому квесту туда. Для самых, там, героев, короче, нулевого первого уровня, но сюрпризом в конце, потом, наверное, до него еще дойдем. Я должен сказать, что Darks Dungeon, ну, вот, если не смотреть на DLC, она до сих пор меня вызывает восхищение тем, что это, вот, казалось бы, там, пошаговая тактика, но она играется чуть ли не как какая-то игра от Platinum Games или, там, не знаю, Diablo по уровню отдачи. Когда ты нажимаешь, там, ну, что скилл, и, короче, таргетишь врага, и там происходит, короче, тдыщ. Ну, очень, очень это все... Ну, не хочется говорить слово, типа, мясное, да, ну... У Ануфриева и Пепперштейна говорил, то есть, насколько Ануфриев-то вообще существует или нет, но не суть. Что там Порторг Дунаев говорил этим немым старшинам, лесное, лесное, но здесь, да, мясное, мясное, и пошел в лес. То есть, точнее, нет, сказал мясное, мясное, и пошел в мясо. Вот, я еще могу сказать FTL, потому что там тоже на тебя кто-то вываливается, вот, и ты, там, хватаешь воздух ртом, потому что... И когда, там, ракета пролетает, ну, хотя, то есть, это не чисто, конечно, то есть, есть, там, элементы реалтайма, вот. Поэтому, конечно, среди, наверное, там, пошаговых игр, Darkest Dungeon, я что-то не... Ну, нет, XCOM нет, не идет в сравнение. Да, просто в XCOM вы там нажимаете на атаковать врага, камеры там как-то приближают, ну, в новых этих XCOM-ах. Герой там скидывает оружие и так далее, здесь все, там, прям, мгновенно происходит, сразу, вот, мечом, короче, в лицо, или, не знаю, булавой, вот, или, там, бомбой какой-нибудь чумной. Очень все резко в этом плане. Очень, ну, очень, прям, приятно, не надо даже никакого, никакой вибродачи, там, в геймпаде и так далее. Да, что еще с релиза-то добавили, потому что, реально, вот, я играл в нее последний раз очень давно, и за два года добавили, например, механику дистриктов в городе. Или ее добавили в DLC, слушайте, я до сих пор еще не понял, ну, короче, можно строить новое здание там целое, для них, для этого нужно, естественно, там, дофига ресурсов, и нужно находить блюпринты, ну, короче, схемы. И они тоже, там, бафают, это все помогает просто развивать город, даже если вы, там, потеряете группу своих лучших героев, то у вас останется, вот, этот, апгридженный город, который поможет вам такую же группу раскачать, ну, побыстрее. Да, как там наши дорогие друзья в чате говорят, что, что, да, РНГ тебя, мягко говоря, трахает, а в это время, да, там, это, герои дохнут, а цены на апгрейде в городе растут. Но в легком режиме же такого ужаса нету. Ну, все, все может быть даже в самому легком режиме, если вы не пользуетесь, там, какими-нибудь еще модами, которые снижают уровень сложности. А чем отличается комар с раздутым брюшком от комара обычного, кто хуже? Наверное, тот, который уже соснул? Ну, наверное, комар с раздутым брюшком, у него, там, баф, по-моему, на стан или что. Ну, да, они, когда кровешка попит, естественно, бафаются, как и герои. Да, я должен сказать, что вот внезапно так опять вернулся в игру и там уже несколько часов не провел, но все равно минусы в ней остались. И они не то чтобы большие, но хочется, чтобы как-то разработчики обратили на это все внимание. Например, с балансом происходит, черти что, такое же, не знаю, как в играх Blizzard, например. То есть, там было недавно пару патчей и сильно занерфили героя класс джестер. Не знаю, это типа Барт или... Скомарок. Скомарок, вот. Ну, он там играет на гитаре, бафы, значит... В любой культуре есть какие-то люди с бубенчиками, которые провыпрыгивают на тебя и начинают играть на музыкальных инструментах всем видом и прошу деньги. У него был очень сильный скилл финал, который, благодаря вот новому подземелью, в котором нету механики света, то есть не надо пользоваться факелами. Но здесь есть другие бафы и дебафы, постоянные, пассивные. И благодаря им он наносил на 33% больше урона этот скилл джестера. Ну и разработчикам сильно не понравилось, потому что игроки начали там ваншотать боссов. А также нельзя в этой игре делать, вы что. И в результате его там занервили просто в говно. Ну, то есть, как это бывает у Blizzard там в Войве, бывает в Харстоуне и так далее. То есть, этот класс теперь вообще непонятно зачем нужен, если вы там его сами не скачаете какой-нибудь мод и не сделаете его опять крутым. Ну, к счастью, это вот не как в играх Blizzard, опять же. То есть, если вы играете в WoW, допустим, магом, и Blizzard решила, что магом нужно ближайшие 3 месяца, допустим, потерпеть, то, ну что, вам нужно нового героя скачать? Сосночка к комару, да. Да, но это специально, знаешь, мне кажется, что они всегда хотят, чтобы новые родственные другие классы, потому что они надругаются, они там надогненными магами. И как бы одно дело, да, одно дело там спек, когда, допустим, это еще, мне кажется, что простительно еще там спека пускать, но когда там другой класс скачать, ну, может, я не хочу больше быть, я уже... То есть, как-то котикам уже вот столько там отхожено, что его там достаешь, котика, и вот, и как бы, ну... А магом, это не кстати, там, билд с сосулькой этот, когда она... Он непрактичный для ленивых, потому что там меньше кнопок нажимать. Так классно, когда там 5 сосулек в одно слипаются, и... Вот, и я очень понимаю, что, да, кто-нибудь там играл за джестера, любил финишить здесь, и потом такое-то... Внезапно... Фрустфайр болт отобрали! Есть и другие классы, есть этот, не обминейшн, как он... Лепер, по-моему, который очень сильно бьет, но там промахивается довольно часто. Ну, в общем, его тоже можно забавкать так, что он начнет ваншотать боссов, как и джестер. Его еще пока не понервили. Это он не частями своего тела кидается. Не, у него меч такой, короче, побольше еще, чем у... Чем у Крусейдера. Ну, это, не знаю, прям как в этом... Каком-нибудь аниме почти. Короче, здесь же просто как, у вас там в городе штук 20 героев, и если парочку из них одного класса занерфили, еще 18 есть, ничего страшного. Ну, то есть, это не Вов и даже не Харкстон. В котором у вас там, допустим, собрано пара колод и их занерфили, и все. Вот. Так что, ну, это такой минус, но не слишком страшно. Просто, ну, есть у этой философии плюсы. То есть, вам постоянно приходится самим придумать что-то новое. Если вот у вас была пати с джестером, который всех, значит, финишировал эффективно. Да знаешь, мне кажется, что нужно в школах вообще, или наоборот, не нужно вводить специальность, как искать там хорошие в разных вещах. В всяком случае, это на тренингах всяких продажников это бывало всегда, что там вот, то есть, и люди, да, они пугающе приобретали черты, они могли сами себе там все доказать, везде найти позитивные стороны, да. Не нужно, не нужно в школу, просто нужно играть в игры Blizzard, вот, и там постоянно будешь находиться. Я до сих пор не могу, опять-таки, извините за автоп, те, кто смотрят видео, я не могу с того, что я вот, когда я там вбросил денег за карты, было дело там, то это все, это легло на карты, которые из оригинального набора, которые, по идее, никогда не должны устареть. Вот, ну, есть люди, которые вбросили значительно больше денег на наборы, которые потом ушли из, из которых только в Wild'е стали доступны, вот, и как это забавно все получилось, нечаянно. Ну, Wild'е тоже режим, что? Ну, да, и, кстати, в нем нормально там. Ну, да, вот некоторые на Reddit, кстати, обвиняют разработчиков в том, что без DLC, без вот этого нового класса, который, вот, за Crusader'ом, короче, второй на экране у вас, без DLC, и с понержленным джестером стало тяжело. Ну, опять же, это там, скачал один мод, и джестер вернулся. Не слишком страшно, это не такая там онлайн-игра, в которой ты не можешь модами ничего поправить. Нужно рассказать про этот новый класс, потому что класс очень клевый, мне понравился. Это такой танк, который, там, как другие танки тоже, в принципе, обращает внимание на себя, но этот прям вообще ничего не боится. Не боится урона, потому что если у него меньше 50% здоровья, он может ударить особой обилкой и прям сразу половину хп себя отхилить. И не боится стресса, потому что, ну, в общем, он любит стресс. Не знаю. Это такой класс, короче, который врагов лупцует и себя лупцует. Когда Джима играл, я слегка, вот, я вспомнил, да, именно, я забоялся из-за стресса, из-за этих всех их припадков. То есть, что совсем уже как-то, совсем нервно, еще более нервно, чем FTL. Я думаю, ну, ну, нафиг, то есть, там, типа... Этим всем нужно, можно управлять. То есть, ты смотришь, какой герой, например, на грани стрела набирает стресс. Ты не хочешь, чтобы он, там, достиг предела. То есть, ты начинаешь передавать ход ему, чтобы он, там, добивал монстров, а это, там, немножко снижает стресс. Вот. Или вот этим вот новым героем, как он, Флагелент, который, у него есть скилл передачи стресса, там, минус 15 цели, плюс 6 себе. Ну, то есть, очень-очень неплохой герой, и он стакает кровотечение на жирных монстрах, особенно очень хорошо это все на боссах стакается, когда у босса, там, не знаю, 200 жизней, и в расход у него, там, по 16 урона, только от кровотечения уже неплохо. Аффликтор. Ну да, и дебафы, дебаф делает на резист к кровотечению, то есть, именно для этого создан. По-моему, практически во всех подземельях он хорош, кроме как в этом самом первом, там, где андеты. Ну, потому что андеты, кости у них, никакой крови нет, и они не... ну, у них, там, сопротивление к кровотечению 200%. Не знаю, наверное, как-то можно в этой игре настакать бафы и дебафы так, что можно их заставить, в общем, кровоточить, но... Ну, всем известно, это порода людей, это комбо-плееры, по-моему, их называют, во всяком случае, англоязычные люди. Вот, и... да, то есть, они, которые любят, там... Ну, в этой игре можно всякого настакать, так что боссов, там, с одного удара будут герои вивать, это да. Ну, вот. То есть, я думаю, что все комбо-плееры, что это людей, которые балансируют, люди, которые балансируют игры, ну, не знаю, там, люди сильные, которые балансируют игры, они, наверное, их любят, а кто-то другой, там, может быть, на них, это, имеет зуб, потому что, ну, там... Я сам, на самом деле, у меня там... И они просто недостаточно изобретательные, но, вот, то есть, иногда, там, да, приходят, там, кое-какие идеи, как, там, вот, оптимизировать максим... Это, как, там, Саша говорит, админ-максист. Но, ты, да... Ну, в таких боссингоплеерных играх нечего вообще. Нечего бояться. Никому игру не портишь, если что-то делаешь, ну, не так, как задумано дизайнерами. Моды, когда ставишь. Ну, вот. Тоже сказать, что первое подземелье The Crimson Court, она встречает, конечно, интересно, потому что, там, сразу написано квест для героев, там, нулевого первого уровня. И вот, как вы видите, в принципе, все идет нормально. Я взял, там, пати из, по-моему, у них всех первый уровень был. Может, тут Гиллианта нулевой. Я не уверен. Короче... Или нет. Или это я уже путаю. А, ладно, не важно. В общем, потом героев встречает крокодил, который, ну, просто съедает пати из нулевых и первых, первого уровня героев, потому что, ну, не знаю, зачем вот это разработчики поставили, кроме как, типа, добро пожаловать в Darkest Dungeon. Типа, если вы забыли, как это все работает, как эта игра выглядит, или как, ну, как добро пожаловать в Dark Souls. Потому что, ну, просто всю пати съедает этот крокодил, и, ну, его невозможно победить там. Ну, наверное, можно как-то, то есть, если тебе сильно повезет, там, герои будут выворачиваться, ну, или там останется один в конце, который как-то героически, значит, вывезет. Но, да, крокодил, конечно, чуть не отбил у меня желание играть. Вот, но спокойно, просто вы раскачиваете героев чуть побольше. Наркотики зло, да. Вот, иллюстрирует. Всегда, когда там зло, оно всегда, я помню, что знакомый там дядя Валера, который, в общем, мы его не понимали, человек жил в Советском Союзе, рисовал офигенный, абсолютно комикс еще и истории. То есть, наш, может быть, Стэн Ли, ну, как скажем, Липецкий Стэн Ли, фактически, а мы так, как бы, к этому все несерьезно относились, но мне там показывает мужик, там, рубит зеленого крокодила какого-то, я говорю, он говорит, что ты видишь, там, я говорю, это, там, ну, герой там с монстром бьется, он говорит, это битва со спидом, вот, поэтому, ну, да. Да, можно, наверное, на Darkest Dungeon тоже так смотреть. Ну, да, потому что в разных подземельях борьба с разными... Ну, о чем это, судя по его конечностям, да, это рак спид какой-то вообще. Да, рак спид, ну, там этот рассказчик говорит, что, мол... Так, значит, блин, я не помню точную цитату, но как рассказчик Darkest Dungeon говорит про всяких разных ужасных монстров, так же и про это, по-новому. Вот, ну, если вы не знаете, не слышали никогда рассказчика из Darkest Dungeon, то просто это главное, одна из главных частей игры, без него было бы совсем не так. Вот, обязательно послушайте. Вот, ну, значит, флагеллянт, он решил теперь не только себя и монстров лупцовать, он теперь будет лупцовать и других героев, к сожалению. Ну, это можно пережить. Вот. Что еще мне не нравится? Можно изменить это модами, но я решил, ладно, и моду пока не буду ставить, можно, когда там один раз игру пройду, например. Менеджмент инвентаря. То есть, как пример, в этом новом дополнении, вот эта, значит, механика заболевания нового, которую нельзя просто так вылечить. Для этого нужно, наверное, там несколько квестов выполнить, я еще не сделал, поэтому не знаю. Ну, вроде как можно потом вылечить, неважно. То есть, нужно вампирам своим кровушку скармливать, чтобы они не дебафились, а потом и не умирали от недостатка крови. И можно с собой вот в одном слоте инвентаря брать шесть, ну, почему-то лучше, не пять, не там, не одну, не десять, почему-то именно шесть этих фляжек разработчики так решили. При этом, что там пару патчей назад, пару дней назад можно было брать восемь. Очень, да, замечательно. Как ты говорил, что там 1750 золотых в ячейках помещается. Например, в Diablo 1 было пять штук там ровно. То есть, какая-то логика есть, хотя бы я бы предпочел бы 10 в степени, конечно, для ровного счета. В общем, вот это балансит как-то слишком уж странно. Понятно, что они вот хотят, разработчики, чтобы ты шел там в какое-то подземелье, и если ты накопил достаточно дешевых, ну, каких-то сокровищ, которые не жалко выкинуть, то ты их выкидываешь. Я бы хотел забрать все. Или если ты перестраховался, взял с собой очень много всяких штук, которые помогают находить сокровища, взял с собой много еды, которая, ну, поможет просто не сдохнуть, взял с собой опять же вот это и много крови, то ты вообще с собой там обратно практически ничего не сможешь утащить. И даже там в коротких подземельях, которые без, ну, без кемпинга, короче, проходятся, без отдыха, все равно эта проблема возникает. Не знаю, может я, ну, может я там слишком много всяких штук с собой беру в инвентаре, но мне так не кажется. Просто, ну, разработчики не слишком... Персонаж, это все правильно, это одного из моих любимых там ирландских романов, это Роди Дойл, там говорил, что типа по поводу... Ну, отправлялся в опасное место, он говорил, I'll wear a Johnny. В общем, я надену Джонни, поэтому, в общем, все правильно. Надо носить с собой, даже если оно не пригождается, оно все равно... Так оно лучше. Да. Ну, эта игра такая, что хочется... Мне вот прям хочется везде перестраховаться. Читаешь Вики там перед походом, смотришь, что взять нужно, потому что все это запомнить, наверное, можно, но если ты играл там часов 50, я пока еще не запомнил. В разных, понимаешь, в разных подземельях, там разные объекты, с которыми нужно взаимодействовать разными предметами из инвентаря. Ну, и не всегда они как-то логично, короче, сделаны. Ну, неважно. Вот. В принципе, сначала вот с релиза ничего не изменилось. Вы как игрок либо гриндите подземелье попроще, там, либо качаете каких-то слабеньких героев на них, либо теми сильными, которые еще хотят ходить подземелье невысокого уровня. Потому что, ты же знаешь, здесь, ну, механика такая, конечно, если ты раскачал, допустим, герой до пятого уровня, он не пойдет в подземелье для первого, потому что, типа, ну, почему я туда буду ходить, руки ворать? Да. Так что, либо вы пушите, вы берете там свою, свою самую лучшую пати или одну из, идете в тяжелое подземелье, которое там еще босса не убивали, еще не проходили, да? Например, как с этим толпанным крокодилом. Вот. Ну и это может, наверное, показаться кому-то не слишком, короче, вдохновляющим, потому что ты либо, либо, ну, не то чтобы скучаешь вот на этом гринде, но там, идеально, практически ничего нового не происходит, и кого-то из героев потерять сложно, если ты все правильно делаешь. Вот. Либо ты пушишь, и там какой-нибудь рандом тебя реально может просто убить, даже если ты подготовился очень хорошо, и просто сильно не повезло, и ты умираешь. Вот. Это, наверное, опять же решается, вот, модами решается настройками сложности, но ядро игры, оно осталось тем же самым. Так что, ну, кому как. Ну, вообще, ну, я должен сказать, что это можно пережить. Да, а мы про стоимость-то, я не помню, я озвучил или нет, короче, вот, тут для Беларуси Коля скажет, для России получается, что у нас основная игра там стоит что-то типа 169, и вот дополнение стоит 249 рублей, то есть, ну, терпимо там, терпимо там. 249, ну, вообще, вообще нормально. Ну, да, там, кило свинины, если у меня у меня стоит 7 долларов, чуть-чуть подороже. Ну, да, и за эти 250 рублей вы получите там много, у кого. Хороший повод просто в игру вернуться, потому что я уверен, что у вас Даркс Даржин уже есть, если у вас ее еще нет, ну, блин, типа, пора уже, да. Мясные, да, мясные сравнения, там, что это игра по мясной шкале, потому что как-то на бутылке водки мерить я уже, например, уже не в том возрасте, потому что, как там, говорили. Четырестенькие шаурмы из четырех. А это как бы по мясной шкале я имею в виду это цена, такая шаурма тоже сложный там компаунд продукт, вот, который можно даже его, как выясняется, то есть, можно даже двое суток положить в нормальный холодильник шаурму, то потом ее можно употребить и не умереть, вот, если от доверенного какого-то производителя, то есть, конечно, не пытайтесь повторить это дома, лучше, да, потому что тоже шаурма, да, шаурма в себе, вот она в чем, она в себе идею RNG в себе, несет, которая, особенно, если вы ходите по разным там совершенно ларькам, то есть, это такие ощущения дают, которых, пожалуй, и Dac из Dungeons в тело не дадут, шаурма это Dark Souls фастфуда, вот, я видел, да, то есть, это даже лучше, то есть, это на каком-то, на, в российском, комиконе, это пойдет вообще просто на ура, там очередь будет к этому ларьку с шаурмой, там, в фудкорте будет невероятных размеров, потому что, я помню, что я ржал с того, что у нас там позиционировались, там, тако, попробуйте мексиканскую шаурму, а, и да, уже, в общем, пришло-то это все и откуда-то в итоге из Турции, из Кавказа, но теперь считается, там, во всяком случае, не знаю, восточнославянской, там, едой, шаурма, потому что в клипе новом Продидже, которая до сих пор, оказывается, существует, там какой-то тоже, да, восточнославянский чувак, может быть, русский, хотя не факт, он там пьет водку и заедает ее шаурмой, там, а, на концерт что-то к ним идет, не знаю, вообще, на кабинетку смотрел сегодня. Короче, Darkest Dungeon и DLC, потому что теперь без DLC нет смысла играть, DLC дешевая, так что вообще не будем рассматривать игру в отдельности, да, если вы еще не играли и вы прям не сильно боитесь рандома, то полный вперед, потому что, ну, вот летом я смотрю, вообще играть не во что, я не знаю, о чем мы будем, какие игры, на какие игры смотреть, короче, в июле, но постараемся что-нибудь придумать. И только, я знаю, только если вы прям сильно рейджите, когда рандом вас огорчает, тогда либо правите игру модами, либо не играете, вот. Но, блин, если вы просто вообще не пробовали, ну, обязательно нужно, потому что Darkest Dungeon это одна из, по-моему, да, она же на Kickstarter, ребят, одна из, историю успеха Kickstarter, которая до сих пор, вот, живет, как не знаю, как-нибудь. Darkest Dungeon, это Dark Souls, шаурмы, да что-то нет, сумерки, шаурмы. Сумерки, шаурмы. Вот. Всем огромное спасибо, за просмотр этого видео, ставьте лайк, если вам понравилось, ставьте дизлайк, если вам не понравилось, приходите в комментарии, задавайте вопросы, или какие у вас там более сложные чувства выражаете, подписывайтесь на наш канал, потому что у нас каждую неделю выходит выпуск подкаста про все эти игровые новости, как обычно, и так далее, выходит каждую неделю обзоры, ну вот не то, что обзоры, первые взгляды, короче, на более-менее свежие игры, и другие видео иногда выходят нерегулярно, есть у нас и SoundCloud, если вам там я увидел себя, я смотрю, наконец-то, да, есть тут и Саша, я и ты, и Татьяна, вот, что еще, подписывайтесь, а, подписывайтесь, я уже сказал, да, приходите к нам на Patreon, ссылка внизу, первая в описании, там нам можно дать денег на развитие проекта, там все написано, зачем, куда и почему, это очень сильно помогает, чуваки, вы просто не представляете, вот, да, и еще раз огромное всем спасибо и пока. Да, всем спасибо и пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok